Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество известного английского писателя Энтони Троллопа. Энтони Троллоп – английский писатель, один из наиболее успешных и талантливых романистов викторианской эпохи. В произведениях Троллопа отразились проблемы его времени – политические, социальные и семейные. В изображении нравов писатель выступал как наследник традиций английских писателей-юмористов XVIII века. Энтони Троллоп родился в Лондоне, Великобритании. Отец писателя, Томас Энтони Троллоп, был адвокатом. Потеряв всех своих клиентов, он вместе со своей семьей переселился в сельскую местность, где собирался завести образцовую ферму. Однако хозяйствование Томаса Троллопа привело его к полному разорению. Томас забросил хозяйство и стал работать над составлением церковной энциклопедии, которая никогда не увидела света. Семья жила в нищете. Из шести детей четверо умерли от туберкулеза. В живых остались только двое – Энтони и его старший брат. Ценой больших усилий матери удалось устроить своих сыновей в качестве бесплатных приходящих учеников в привилегированную школу Харроу. В школе Энтони страдал от презрения и насмешек богатых учеников. Стремясь поправить материальное положение, Фрэнсис Троллоп, мать Энтони, в 1827 году отправилась в Америку, где намеревалась открыть торговлю галантерийными товарами. Затея эта потерпела крах. Но, вернувшись в Англию, Фрэнсис смогла написать книгу «Домашний быт американцев», в которой она беспощадно высмеивала нравы жителей нового света. Книга имела успех и принесла семье некоторое финансовое благополучие. И Фрэнсис решила зарабатывать на жизнь литературным трудом. И из-под её пера один за другим стали выходить романы. В 1834 году отец Троллопа окончательно разорился и был вынужден бежать от кредиторов в Бельгию. Туда последовала и вся его семья. В 1835 году Томас умер в Брюге. По возвращении в Англию Энтони вынужден был устраиваться на службу, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Он поступил клерком в почтовое ведомство в Лондоне. На этой безрадостной и угнетающей творческую личность службе он провёл семь лет. В 1841 году почтовое ведомство предложило ему повышение – должность почтового контролёра в Ирландии. На новом месте в 1844 году Троллоп женился на Розе Хезлтин. В Ирландии он получил больше свободного времени и решил реализовать свою идею – написать по примеру матери роман. Первые произведения Троллопа были написаны на материале «Жизни ирландского общества». Но они не принесли ему признания, так же, как и исторический роман Ван Дея. Свою писательскую нишу Троллоп нашёл только в романе «Смотритель» 1855 года, который положил начало барсетширским хроникам. Успех Троллопа писателя был закреплён в романе «Барчестерские башни» 1857 года – одним из самых лучших его произведений. В цикле «Барсетширские хроники» рассматривается деятельность одного из влиятельнейших слоёв английского викторианского общества – англиканских священников. В провинциальных городах, в которых нет ни промышленности, ни серьёзной торговли, главным местом действия является собор, а главными действующими лицами – священники, их жёны и дети. В 1859 году Энтони Троллоп вернулся в Лондон. Там он занял очень высокий пост в иерархии почтового ведомства. Также он провёл почтовую реформу. В 1868 году он выставил свою кандидатуру на выборах от либералов. После провала на выборах Троллоп политикой более не занимался, но на основе своих впечатлений от общения с политическими кругами он создал новый цикл романов, объединённый вокруг главного героя – политика, плантагенета, полисьера, раскрывающей хитросплетение парламентской и правительственной жизни Англии. Роман 1875 года «Как мы теперь?» «Живём». Писателю пришлось пережить упадок его громкой славы. Причиной утраты популярности в конце 70-х годов были не только ремесленничный характер многих наскоро написанных романов, но и изменившиеся вкусы публики. Энтони Троллоп умер 6 декабря 1882 года. Он был похоронен в Лондоне на кладбище Кенсал-Грин. После его смерти была опубликована автобиография, полная откровенных признаний писателя. В начале 20 века творчество Энтони Троллопа было полностью забыто. Но уже после мировой войны интерес к его наследию возрастает, и в настоящее время Троллоп вновь один из самых популярных английских романистов. Лучшее исследование биографии и творчества Троллопа было написано «Сноу. Троллоп. Его жизнь и творчество» в 1975 году. Всем спасибо за внимание! «Сноу. Троллопа»